Уже не один десяток лет 15 февраля важный день в истории нашей страны. 35 лет назад последний советский солдат покинул Афганистан. Таким образом было завершено вооруженное участие СССР в конфликте на территории этой центрально-азиатской страны. В память о тех событиях в 2010 году в России официально был учрежден праздник День памяти воинов-интернационалистов. Мы уже давно привыкли, что воин-интернационалист это солдат и офицер, непосредственно находящийся на поле боя. Однако были среди них и те наши соотечественники, кто занимали должность военного советника. Как, например, Владимир Балаев в Афганистане. У меня за два года 228 дней непрорывного участия в боевых действиях. В 10 провинциях побывал, планировал операцию. Даже однажды я сам был у министра обороны тогда, Назар Мамад был, вновь назначенный. Лично у него утверждал план операции по восстановлению народной власти в ущелье Даранур. Все авторитетные эксперты убеждены, наша страна не проиграла ту войну. В соответствии с приказом командования, советские войска организованно покинули Афганистан. Количество погибших оценится в 14 с лишним тысяч убитых и раненых. Сегодня вспоминаем тех, кто не вернулся с той войны, кто остался там, привив мужество и героизм, отстаивая интересы нашей страны. И вечная память о них останется в наших сердцах. Хотя 15 февраля и ассоциируется в первую очередь с афганской войной. Но на самом деле эта дата посвящена всем жителям нашей страны, кто участвовал в так называемых локальных конфликтах. Таковых СССР, а затем и Россия, только в 20 веке вела около полусотни на территории более чем двух десятков государств. Китай, Йемен, Мозамбик, Ангола, Вьетнам, Корея и многие другие. И сегодня мы отдаем дань и чествуем не только тем, кто воевал в Афганистане, но и всем солдатам и офицерам, кто защищал интересы нашей Родины, выполнял задачи на территории ближнего и дальнего зарубежья. Завершился митинг традиционным возложением цветов в память о тех, кто не вернулся с локальных войн, проходивших во многих странах. От Центральной Америки и до Юго-Восточной Азии. От Южной Африки и до Памира.